Два года назад в Яхонтах. Поднимите руки, подержите. Очень рад вас видеть. Вот у нас был гость звездный Ирина Хакамада. Вот мы от нее впервые услышали такой термин там шикономия. Она рассказывала, что это очень модно. Это экономия, но с шиком. Очень многие розничные магазины в этот период, когда начнется этот каталог, открывают уже распродажу. И нам нужно с ними быть в одной области, поэтому у нас тоже распродажа, что может быть для этого времени не всегда было типично в нашем каталоге, скидки до 70%. Тема шикономия. Можно приобрести роскошные продукты со скидкой до 70%. Вот сообщение, которое можно всегда выписывать, рассказывая о каталоге. Либо рассказывать, пожалуйста, посмотрите каталог. А зачем? А потому что у нас есть тренд шикономии, и вы сможете экономить на 70%. На что привлекаем внимание? В этом каталоге, если вы его смотрели, то теперь вы уже знаете, что такое драйвер. Знаете, что это в шестом каталоге будет гамак, который, я думаю, что для весеннего и летнего сезона полезная и нужная вещь. И у нас также в качестве того, на что мы привлекаем внимание, служит специальное предложение на ароматы из серии Men's Collection и Women's Collection. А зарабатываем мы с вами в первую очередь на главном событии этого каталога. Это полностью обновленная серия Eco Beauty. И если вы видели в вашем городе количество магазинов, открывающихся с надписью, там, я не знаю, натуральная косметика, домашняя косметика, органическая косметика, то это то, куда мы вот этой серии хотим прийти. Мы не позиционируем ее как органическую косметику, но, тем не менее, подробности вы услышите. Это очень современно. Это то, что нас выделяет от других. Она абсолютно обновлена. Ее также можно составлять набор с ней. Подробности впереди, но на ней реально можно будет зарабатывать. На тех людях, которые хотят ухаживать за лицом, но при этом для них инновации инновациями, а вот природность и натуральность все-таки это первое, что меня интересует. Вот, пожалуйста, им к нам. Опять же, у нас обновляется The One новым продуктом. Но я уже сказал, здесь в комплексе мастер-классы, дефиле, все что угодно. Мы в комплексе продаем The One. И новый защитный крем для лица из Novage. Он также важен в летний период. Мы его включаем в период скин-сессии, сессии по уходу за лицом, и он дает нам объемы продаж. А вот теперь посмотрите на обложку седьмого каталога. Такой обложки у нас с вами не было никогда еще. И оцените, я рад, что вы уже оцениваете, оцените, как меняются наши каталоги. Они меняются не потому, что мы посидели, подумали, решили, что ну ничего, так живенько, вроде как хорошо, так хорошо, ярко. Да, мы следим за самыми последними тенденциями. У нас есть для этого самые большие специалисты. Именно поэтому центр разработки каталогов переехал в Москву, в наш офис. И мы хотим привлечь внимание к летнему продукту, который летом наиболее важен. Именно вот таким акцентом. Потому что люди видят впервые в Арифлейм, не знают, что будет впервые в Арифлейм. И вот у нас есть главный герой этого каталога. Это суперновинка подиумной косметики The One. Тема этого каталога. Приходите и посмотрите этот каталог. Почему? Потому что здесь есть модные продукты, которые станут незаменимы этим летом. Чем будем привлекать в этом каталоге клиентов? О чем будем говорить? Будем привлекать драйвером, который в этот раз будет Парео. Также будем привлекать новинками из серии Giordani Gold. А зарабатывать мы с вами будем, опять же, на комплексном использовании, коммуникации, рассказе о серии The One, ее новинках. Продавать и зарабатывать будем на Экологене, который в этом каталоге снова пополняется легкой версией. Ее можно будет в набор включать. И на парфюмированной воде Valare Forever, которая также нам дает хорошее количество баллов, бонуса. И о которой всегда можно рассказать, попробовать, протестировать. То есть объем продаж нам может быть хороший. И в завершении восьмой каталог, потому что мы с вами говорим про весь второй квартал. И нам важно понимать, каким сообщением нужно готовиться. Конечно, я понимаю, что нам хочется познакомиться с каталогом, его сфотографировать и быстренько всем рассказать. Но мы с вами говорим об этом заранее, именно для того, чтобы вы уже с вашими людьми продумывали, о чем будем говорить, какие будем истории включать, о чем будем рассказывать, чтобы помогать этот каталог продвигать. Восьмой каталог. Его тема, его тренд. Важные для лета продукты и модные продукты со скидкой. Здесь у нас на чем, на что привлекаем внимание? Привлекаем внимание на драйвер. Драйвер – специальное предложение. И в данном случае это будет набор Blue Wonders, который будет по потрясающей цене. Также привлекаем внимание к Арифлейм, к косметике, к каталогу уникальным проектам, который будет поддерживать серию The One. И он называется The One без ретуши. Или по-английски он называется No Filters. Фильтров нет. Это будет целый большой проект, о котором мы вам, если захотите, если попросите, тоже расскажем. Как можно его использовать для привлечения внимания к Арифлейм? Это вы просите, да? Спасибо, просьба принята. И он, я уверен, что поможет. Более того, вы помните, как в прошлом году здорово прошел финал Beauty Bits на Мегафоруме, да? Вот сейчас Юра вам рассказал про 3D, про Арифлейм Экспо. Это будет огромная выставка. Вот там тоже у нас как бы будет проходить финал этого проекта. Мы познакомимся с его победителями, экспертами и так далее. Подробности чуть попозже. И на чем зарабатываем? Мы зарабатываем на Экологене, который также все еще с легким длинным кремом. Мы зарабатываем на The One. И мы зарабатываем на новой туалетной воде Инкогнито. Сейчас самый модный тренд, вы это уже почувствовали, знаете, сами всем рассказываете. Это парные ароматы. У нас и Хэппи Дизиак выходит парным. И очень много чего. Вот Инкогнито тоже парный аромат, который пойдет еще и со скидки. Тем не менее, так как это аромат, на нем можно хорошо зарабатывать. Какой бы ни была тема каталога, на чем бы мы не зарабатывали в конкретно данном каталожном периоде, самое важное для нас, что, конечно, самый большой заработок, это от рекомендации наборов, которые составляют Novage. И обратите внимание, что у некоторых из этих наборов произошли корректировки по баллам бонуса и произошли в большую сторону. А это значит, что это еще проще достигнутая квалификация, еще проще достигнутый уровень менеджерский, либо директорский. Это еще большая выгода от проведения сессий по уходу за лицом. И это еще большая немедленная прибыль. Поэтому это в нашей коммуникации есть всегда. А для того, чтобы вам коммуникация о необходимости рекомендации наборов была еще и приятной, а не только прибыльной, именно для этого у нас объявлен конкурс, который называется Novage Profi. Я напоминаю вам о том и призываю вас самим попробовать себя в этом конкурсе и обязательно рассказать всей вашей структуре. Потому что вчера мы видели конкретно на примере наших дорогих спикеров, выступавших в вчерашнем блоге, каким бизнес-результатом может привести увеличение продажи наборов Novage. Вот сейчас мы с вами можем продавать наборы Novage. И те из вас, кто наибольшее количество наборов продаст за период квалификации с 5 по 12 каталог, они смогут поехать в Стокгольм для того, чтобы увидеть, как зарождаются формулы наших продуктов, как они тестируются в нашей лаборатории OriDerm. Вот об этом конкурсе нужно помнить и рассказывать, потому что это очень хорошо привлекает внимание к нашим дорогостоящим и высокобалловым продуктам. Ну и уж совсем заглядывая вперед, потому что я хочу вас настроить на то, что вы уже сейчас должны запланировать повышенную активность, вашу в первую очередь лидерскую летом и всех ваших организаций летом, когда активность сама по себе не так быстренько идет, иногда туговато, ее нужно как-то подтянуть. Мы, конечно же, для вас подготовили интересный инструмент по поддержке продаж, по поддержке активности. У него очень простая и понятная формула. Твой заказ, твоя скидка. Эта акция будет идти во втором также квартале. Она начнется с 8 мая, согласитесь, период, когда очень нужна поддержка в активности. И это очень уникальная акция, которая действительно проста. Во-первых, она проста для коммуникации, вам есть что рассказать. Вы всегда можете рассказать о том или ином продукте, который эту акцию составляет. Вот вам на каждый день есть уже о чем говорить. И всегда призывать человека к тому, что почувствуйте, насколько простая формула. Насколько баллов сделал заказ, вот такую скидку и получаешь в следующем каталоге. Это же просто и понятно, и прибыльно. То есть есть набор продуктов, спасибо, коллеги, кто уже подумал о своей летней активности. Есть наборы продуктов, скидка на которые будет зависеть от того, на какое количество баллов человек сделал заказ в каталоге. Соответственно, видимо, мы не хотим с вами делиться совсем уж прям деталями, да. Но придется всему свое время. Сейчас нам нужно твою весну отработать. Это акция второго квартала. Самое главное, чтобы вы начали думать уже об активности. Если человек делает набор, если человек делает заказ на 50 баллов бонуса, а нам это важно, то на один из этих наборов он получит скидку 50% на следующий каталог. А если он делает заказ на 75 баллов бонуса, то этот же самый набор он сможет в следующем каталоге купить уже со скидкой 75%. Просто, понятно, дает скидку, но дает баллы. А дает баллы, б дает скидку и еще дает возможность нам вернуть человека на следующий каталог, когда он нам так нужен. Подробности, конечно же, последуют. И в завершении я хотел бы рассказать еще то, что действительно нам поможет быть более коммуникабельными, более профессиональными. И это долгожданный материал, который компания Ariflame вместе с нашими дорогими лидерами подготовила. И это очень долгожданный материал. Материал, который называется «Курс онлайн-навыки успешного лидера». Курс, который сделан в лучших традициях наших навыков успешного консультанта, либо навыков успешного лидера. Этот курс – это просто настоящая компьютерная грамота от А до Я, которую не написали мы, а которую нам рекомендовали самые успешные и растущие лидеры, которые уже сегодня в своем бизнесе используют онлайн-технологии. Курс состоит из трех огромных больших модулей, первый из которых дает саму систему, как мы можем развивать лидерство, используя традиционные наши методы с добавлением онлайн-технологий. Затем, когда мы систему разобрали, мы переходим во второй модуль. Здесь у нас есть набор инструментов, которые онлайн-инструментов, которые лидер использует для того, чтобы система работала, шестеренки крутились и развитие лидерства шло. И эти инструменты поделены на один модуль – внешние инструменты, которые в мире существуют, и один огромный модуль – внутренние инструменты – Арифлейм, которые также есть в большом количестве, они помогают развитию лидерства, и ими тоже нужно уметь пользоваться. Итого, три модуля. В рамках этих модулей более 40 презентаций. Мы будем постепенно открывать тему за темой, для того, чтобы у вас была возможность ознакомиться с предыдущими темами. И первый модуль выйдет совсем скоро, 20 апреля. Ну, а наши участники Конгресса, которые у нас не в прямой трансляции, а те, кто находится в зале, у них будет замечательная, на мой взгляд, возможность сегодня более подробно, попозже, в блоке онлайн, ознакомиться с этим материалом. На этом я хочу подвести итог и сказать, что наши баллы бонуса, которые делают в итоге нам товарооборот, новые квалификации, новые менеджерские уровни, возникают в зависимости от того, о чем мы говорим, о чем мы пишем, о чем мы говорим на мероприятиях, и что мы доносим до наших консультантов, лидеров или просто зарегистрированных пользователей. И поэтому любую акцию, любой продукт можно преподнести именно так. Баллы бонуса – это то, о чем мы коммуницируем. Я на этом хочу вас поблагодарить за ваше внимание и попросить свою коллегу продолжить эту тему, чтобы она более подробно вам рассказала, о чем можно говорить, чтобы действительно увеличивать товарооборот и как это сделать. Спасибо за внимание. И я приглашаю на сцену уже нашу знакомую, которую мы прекрасно с вами знаем после вчерашнего дня. Это старший тренер по продукции «Рефлейм Россия» Наталья Алексеева. Ваши аплодисменты. Я надеюсь на виртуальные аплодисменты тоже тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Наташа, тебе слово. Добрый день, уважаемые лидеры! Как у вас настроение? Хорошо? Точно? Я не слышу. Точно? Здорово. Отлично. Тогда я с удовольствием поговорю с вами еще о нескольких мечтах, которые воплощаются в «Рефлейм» во втором квартале. И первая мечта, с которой я хочу начать, это мечта быть ближе к природе. Что лежит в основе этой мечты? Почему мы фокусируем внимание именно на том, что люди хотят быть ближе к природе? В основе мечты лежит тренд, в рамках которого каждый человек все больше и больше хочет окружать себя натуральными продуктами. И здесь мы говорим о натуральных продуктах питания. Вы явно замечаете, что в супермаркетах появляется все больше фермерских продуктов, фермерские ярмарки становятся все более популярными. Это значит, что люди хотят окружать себя натуральными продуктами в рамках одежды. Модные популярные бренды выпускают целые серии, линейки одежды, которая состоит только из натуральных волокон. И разумеется, этот тренд заключается в том, что люди хотят пользоваться натуральной органической косметикой. И здесь я с удовольствием представляю вам обновленную серию EcoBeauty. Это не новая серия, вы с ней знакомы, но наши ученые обновили некоторые аспекты, о которых каждый развивающийся предприниматель, лидер должен знать. И если вы посмотрите, из каких сегментов состоит категория ухода за кожей лица от Reflame, вы увидите, что серия EcoBeauty выделена в отдельный, совершенно самостоятельный сегмент, который получил название «Природный уход». Зачем наши ученые выделили ее в отдельный сегмент? Для того, чтобы у вас, как у развивающихся лидеров, был современный инструмент, который востребован на рынке. Люди хотят пользоваться натуральными органическими средствами. И действительно, органическая косметика становится максимально популярной во всем мире. И здесь очень важно понимать разницу. В чем отличие натуральных продуктов и органических? Все очень просто. Натуральным продукт считается, если в его составе более 1% натуральных ингредиентов. При этом органическим продукт считается, если в его составе от 95% натуральных экстрактов и ингредиентов. И на что мы хотим обратить внимание в обновленной серии Кобьюти? Что изменилось? Что улучшилось? Во-первых, это, разумеется, основа, формулы. В основе каждого продукта теперь лежат 2 натуральных ингредиента, которые составляют 95% от состава продукта. Почему, вы спросите, 2 ингредиента? Почему не 3, не 4, не 10? Ученые Арифлейм выяснили, что именно 2 ингредиента в рамках производства органического продукта максимально эффективно работают синергично, производят наиболее эффективный результат в уходе за кожей. Если вы посмотрите, в каждом средстве серии свои 2 натуральных ингредиента в зависимости от цели средства в комплексном уходе. На что еще мы хотим обратить внимание? Это процесс производства средства. Процесс производства натурального экстракта. Арифлейм обращает внимание, что все наши экстракты, которые представлены в серии «Экобьюти» получены с помощью метода сублимационной сушки. В чем преимущество? Во-первых, это сохранение максимального количества полезных свойств. Во-вторых, это, разумеется, чистота компонента. И, что немаловажно, это отношение с уважением к окружающей среде. В чем это заключается? Экстракты, которые получаются с помощью метода сублимационной сушки, занимают крайне мало места. Соответственно, мы экономим на транспортировке и таким образом сохраняем нашу экологию. На что еще мы обращаем внимание? Это на то, что состав средств сертифицирован и запатентован не только компанией Арифлейм, но он еще и дополнительно согласовывается с такими экологическими гигантами, организациями, такими как ЭкоСерт и Фертрейд. Для лидеров это важный аспект, что не только компания Арифлейм гарантирует экологичность средства, а то, что экологичность средства также подтверждается всемирными организациями. Я хочу обратить ваше внимание на упаковку. Упаковка также была обновлена, и не только в рамках дизайна. Упаковка стала еще более эргономичной. Что это значит? Это значит, что полезные свойства средств сохраняются еще дольше за счет того, что в упаковку предотвращается доступ к кислороду. Средство сохраняет свои полезные свойства максимально долго. И самый интересный, скажем так, аспект новой обновленной серии ЭкоБьюти – это то, что в серию добавили средства для того, чтобы комплекс средств был достаточным для проведения программы комплексного ухода. Это значит, что в серии ЭкоБьюти теперь есть шесть продуктов для полноценного, комплексного, ежедневного ухода. Итак, давайте суммируем, что улучшилось в серии ЭкоБьюти. Во-первых, это формулы. Формулы стали еще более эффективными. Во-вторых, это акцент на уход, на поддержание свойств кожи. Во-вторых, это комплексный уход. Средств теперь достаточны для проведения программы комплексного ухода. И, разумеется, упаковка стала более функциональной. Я хочу обратить внимание, вас, как предпринимателей, вы должны разбираться, в чем преимущество тех сертификатов, которые подтверждают качество нашей серии ЭкоБьюти. И особенно я хочу обратить ваше внимание на сертификацию ЭКОСЕРТ. Именно этот сертификат подтверждает, что в составе средств содержится не менее 95% натуральных ингредиентов. Именно этот сертификат подтверждает, что средство не содержит генномодифицированных компонентов, не содержит парабенов. фактически это основное подтверждение натуральности и природности косметики. Итак, если мы посмотрим на нашу работу, как на работу лидеров, современных предпринимателей, где, в каком случае нам стоит обратить внимание наших клиентов, наших бизнес-партнеров на работу с серией ЭКОБьюти. И здесь я хочу обратить ваше внимание на два случая. Во-первых, мы говорим, что вся коммуникация, все продвижение средств по уходу за кожей лица фокусируется на таком инструменте, как сессия. Мы вчера с вами именно об этом говорили. Так вот, после общей сессии гость переходит к индивидуальной консультации. На индивидуальной консультации, разумеется, мы делаем первый, самый важный, самый яркий акцент на интенсивных средствах ухода за кожей лица, а именно на серии Novage. Но если клиент говорит, что, вы знаете, я не могу позволить себе приобрести такой дорогой уход, к сожалению, совсем отдельный продукт у меня не получается. Здесь вы предлагаете ему каталог, и в дальнейшем он может в каталоге подобрать себе комплексный уход, и здесь можно сделать фокус на ЭКОБьюти. И второй вариант, если клиент изначально говорит, что я хочу пользоваться исключительно натуральными продуктами, максимально органическими, здесь вы также предлагаете сразу серию ЭКОБьюти. И я с удовольствием перехожу к следующей мечте, мечта о восхищении. И здесь я представляю вам суперновинку серии The One, это жидкая помада Mousse. Я прошу внимания на экран, мы посмотрим ролик. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень яркая новинка, и в первую очередь я хочу обратить ваше внимание на значимость этого продуктового запуска. Для того, чтобы обратить внимание лидеров, обратить внимание клиентов на величину запуска новинки, у компании есть несколько инструментов. Это видео, которое вы только что видели, но самый очевидный инструмент – это каталог. Вот вы как лидеры прекрасно знаете всю нашу систему, весь наш процесс подготовки каталогов. Кто обычно изображен на обложке каталога? Звезда, модель, абсолютно правильно, в 90% случаев на обложке каталога у нас изображена красивая, модная, трендовая модель – девушка. Здесь же у компании есть такой акцент, как изобразить продукт на обложке каталога. Более того, этот каталог очень необычен тем, что помимо того, что на обложке продукт, обложка имеет необычное качество. И у меня есть для вас приятный сюрприз. Сегодня вы убедитесь в том, что обложка действительно потрясающая. Она матовая. Она объемная и матовая. И если мы говорим именно о новинке, о том, в чем ее преимущество, в чем ее тренд – это, конечно, матовое покрытие. На рынке становятся все более и более популярными продукты именно для макияжа губ с матовым покрытием. Но в чем преимущество конкурентоспособное нашего продукта? Это сочетание матовой легкой текстуры и яркого цвета. Фактически это совмещение несовместимого. Если яркий насыщенный цвет, значит и текстура будет плотная. Плотная, как у помады, к примеру. А здесь у нас легкая матовая текстура и прекрасное яркое покрытие. И, разумеется, в рамках фокуса именно на декоративную косметику, на бренд подиумной косметики The One, у нас запускается потрясающий яркий проект. Проект, который называется «Без ретуши». Я хочу немножко более подробно рассказать о том, в чем заключается проект, кто может поучаствовать и в чем преимущество для вас, как для лидеров в этом проекте. Этот проект заключается в том, что все больше и больше мы проводим времени в социальных сетях. И как воплощение нашей личности в социальные сети становится наша страничка и фактически наша фотография. Аватарка ее еще называют. Но сейчас у нас есть огромное количество инструментов, программ, фильтров, которые могут превратить абсолютно любую фотографию, любую девушку в красавицу. И мы говорим, что с помощью косметики The One от Ariflame каждая девушка может выглядеть вживую еще лучше, чем даже на самой отредактированной фотографии в социальной сети. Участвовать могут абсолютно все. Можно прислать и загрузить свою фотографию с 9 по 25 мая на сайте Ariflame. При этом, помимо того, что нужно загрузить фотографию, нужно еще и выбрать одного из четырех привлекательных, успешных медиаперсон. И после 25 мая четыре холостяка выберут одну девушку, с которой они пойдут на свидание. Уже 3 июня появится видеоролик, в котором будет выбрана первая девушка. И для того, чтобы помочь ей стать лучше вживую, чем даже на самой яркой фотографии, The One организует бьюти-команду, которая поможет девушке подготовиться к свиданию. И в эту команду входит официальный визажист Ariflame Алена Терещенко, российский дизайнер Дарья Бордеева. И, разумеется, весь проект будет сопровождать, транслировать, коммуницировать наш уже полюбившийся, известный телеведущий Игорь Лантратов. Да, мне кажется, это действительно интересный повод, медиаповод. Итак, девушка будет готовиться к свиданию с помощью нашей команды. И затем, каждый вторник, 7 июня, можно будет посмотреть процесс создания образа. Для того, чтобы можно было повторить этот образ, для того, чтобы было понятно, какие продукты входят в создание образа. Разумеется, Ariflame. И каждую среду будет запись свидания девушки с одним из четырех привлекательных медиаперсон. Это Андрей Чадов, актер, телеведущий. Я уверена, что вы многие видели фильмы с его участием. Иван Николаев, который стал известен благодаря проекту на MTV. Леонид Руденко, известный диджей, который стал изначально известен в Европе, теперь уже и в России. И Евгении Папунашвили, который известен всем благодаря проекту «Танцы со звездами». Итак, можно будет посмотреть запись свидания девушки и телезвезды. И, разумеется, нам будет важно понять, какое свидание, какая девушка, какой образ набрал больше всего лайков, отзывов, комментариев. И девушка, которая наберет больше всего лайков, говоря языком социальной медиа, поедет в Милан. И результат и финал проекта вы сможете увидеть 18 июня на мегафоруме. Спасибо. И если мы говорим о том, что компанией Арифлейм исполняются все мечты, в компании Арифлейм лидеры могут фокусироваться на конкретных фокусных продуктах каждый квартал, я бы хотела немножко более подробно рассказать, на что еще следует обратить внимание во втором квартале в рамках именно лидерской коммуникации. Есть еще один проект, о котором вы явно уже слышали. И я думаю, что эта картинка известна абсолютно всем лидерам Арифлейм. Правда ведь? Знаете, что изображено на картинке? Стокгольм. Абсолютно верно. И у всех, абсолютно у всех есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть поездку на Евровидение, которая пройдет в этом году в Стокгольме. Что нужно сделать? Нужно разместить заказ на 990 рублей в пятом каталоге и прислать свою историю о любимом продукте, загрузить ее на специальную платформу на сайте Арифлейм. В чем преимущество этой акции для вас? Это еще один дополнительный драйвер каталога, потому что именно он определяет порог участия в конкурсе. 990 рублей. Есть еще одна возможность поехать в Стокгольм. Это то, о чем говорил Дима. Это конкурс на Vage Profi. И здесь у победителей, у 10 лидеров будет возможность не просто поехать в столицу компании Арифлейм, но и повстречаться с Оленом Мавоном, получить индивидуальную экскурсию по сердцу разработки наших косметических продуктов по Институту исследования кожи. И разумеется, когда мы говорим о фокусе на ключевые продукты, мы говорим о наборах. И здесь у меня есть приятное дополнение. Это защитный крем, который стоит 21 балл бонуса. И, возможно, у вас есть вопрос, а зачем он нужен? У нас есть все продукты для комплексного ухода. Кому его предлагать? Как с ним работать? Это еще один тренд. Люди становятся все более и более обеспокоенным влиянием ультрафиолетового излучения. Именно ультрафиолетовое излучение является врагом номер один молодости кожи. И здесь мы говорим, что этот продукт мы предлагаем дополнительно к таким наборам, как Novage Ecologen и Novage True Perfection. Это дополнительная защита, которую можно использовать после дневного крема. Итак, есть еще одна прекрасная новость. Вы явно уже слышали о ней. Выходит легкий крем Ecologen, и он входит в состав еще одного набора Novage. Novage Ecologen Light, который стоит также 130 баллов бонуса. Здорово. И он выходит в восьмом каталоге. И, разумеется, мы с вами поговорили о средствах по уходе за кожей лица, о декоративной косметике. И обязательно следует обратить внимание на еще одну категорию с высоким баллом бонуса. Это ароматы. И здесь, вы уже слышали, у нас выходит новинка, новая композиция популярного, я бы сказала, даже легендарного аромата Valare. Valare Forever. Что это значит? Это значит, что основной ингредиент композиции, а именно роза, осталась точно такой же. Но общая композиция была дополнена новыми трендовыми нотами, получила новое современное звучание. И именно этот продукт должен стать одним из ключевых в вашей коммуникации. И для того, чтобы у вас были все инструменты для правильной, эффективной коммуникации всех наших медиаповодов, о которых мы говорим сегодня в ориентире, я приглашаю на сцену моего коллегу, менеджера по внутренним коммуникациям Алексея Людко, который расскажет о том, как эффективно продвигать коммуникацию о продукте и о бизнес-возможностях во втором квартале. Алексей. Наташа, хочу тебе открыть маленький секрет, что Алексей обязательно выйдет, но позже. Сейчас у меня несколько есть сообщений к залу. Ты разрешишь мне к ним обратиться? Конечно, да. Спасибо. Дорогие лидеры, скажите, пожалуйста, как ведут себя, сейчас я услышала от Эрека, такую фразу, что такое вылнес-активные лидеры, что они делают периодически? Зарядку. Конечно, сначала мы все встаем, откладываем вещи в сторону. Вы готовы к зарядке? Немножко засиделись? Так непривычно, знаете, всегда в аудитории Арифлейм, тем более, когда суперактивные лидеры, всегда на ответ. Вы готовы к зарядке? Отвечают? Да. Отлично. Нам легкую музыку, но будем мы начинать постепенно, учитывать все ваши титулы. Повернемся в правую сторону, дотянемся до приятного человека и сделаем ему легкий массаж. Спинку помяли, помяли, постучали. Все, что... Трогаем все, что позволяет приличие. Выше, ниже, переходим. Жалко мне, никто ничего не трет. Не знаю даже, к кому обратиться можно в таких случаях. Можно, Максим, немножко? Ладно, слишком далеко, руки короткие. Помяли, помяли, постучали, ушки размяли, там много рецепторов. А кто не может разминать, ладушки вот так разминает, в кулачок сделали, размяли, размяли, размяли. Улыбаемся. Чувствуем прилив энергии. Повернулись в другую сторону. Отомстили другу. Отомстили другу за приятные ощущения. Вверху, внизу, ушки все размяли. Отлично. Массаж головы, если позволяет, прическа. Или ее отсутствие. У мужчин покороче. Отлично, отлично. Теперь вспоминаем, как у нас Юля говорила, как она придумала сегодня зарядку. Какую? Ручки размяли, да? Сначала ручки размяли в разные стороны. Вспоминаем, мы писали, да? Вот таким вот образом. Шейку размяли. Раз, два, три, четыре. Активно похлопали, похлопали, похлопали. И попрыгали чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы у нас можно было продолжать. Все, молодцы, молодцы. Отлично. Теперь мы готовы, потому что мы знаем, что лидия Арифлейм, они всегда активные, выносливые, позитивные, готовы получать новую информацию, особенно если информация эксклюзивная. Согласны? Вы хотите особенных новостей, особенных гостей? Да, да, да. Но я точно знаю, что вы помните, что компания Арифлейм всегда сотрудничает со звездами и звездными проектами. Например, в 2015 году мы были официальными визажистами проекта «Голос». Совершенно верно. И Алена Терещенко, наш официальный визажист, разрабатывала мейкапы всем финалистам, делала прекрасные макияжи. Это действительно пункт гордости. Наши лидеры – звезды экранов, потому что наши лидеры выступают на таких каналах, как You, рассказывают о том, насколько действительно бизнес Арифлейм перспективен. Эффективен, надежен, выгоден. Но и это еще не все. Затаив дыхание, я хочу сейчас представить особенного гостя. Вы готовы? Кто же, кто же? Вот это правильно. Спасибо за помощь. Главное – в ожидании перейти. У нас, конечно, звезды разных стран, разных континентов. У нас есть звезды Голливуда разные. Я думаю, что все вы их помните. Да, какие у нас звезды голливудские были? Деми Мур, Бекхэм, Моника Белуччи, совершенно шикарные. Я как вспоминаю, как она вышла на сцену. Помните, на золотой конференции? Секундная пауза и потом вот так вот. Я вот прям вспоминаю, она, безусловно, королева. И сейчас нас ждет встреча с новой королевой, которая представляла вместе со всеми нашими звездными экспертами, которые представляли такую категорию, как The One. Мы знаем, что наши продукты рекомендуют звезды в категории The One. И сейчас я с радостью хочу представить нашу звездную гостью. Она, Виджей, но не только. Она, блогер, что сейчас очень актуально, стильно, модно, современно и ценно, я думаю, для каждого сидящего. Она журналистка на телеканале «Мама», ведущая колонки в журнале «Окей», участница звездного коллектива The One, ведущая рубрики в мужском журнале «Максим», эксперт проекта «Орифлейм» «Обмани свой возраст». Внимание на экран. 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 Итак, под ваши бурные аплодисменты встречайте очаровательная Ирена Понарошку! В этом ролике многое сказали, не сказали главного. В 14 лет я тоже распространяла косметику Арифлейм. Да, но в отличие от вас достаточно безуспешно, поэтому сегодня меня не пригласили в зал, меня пригласили вот на сцену. Хотя, честно говоря, у меня были амбиции, но я тогда была очень стеснительной девочкой и помню, как мне даже приходилось покупать себе косметику, чтобы сохранить скидку, что-то такое там. Да, какие-то правила были. Ну, короче говоря, бизнес не пошел у меня тогда. В итоге я закончила школу, поступила на экономический факультет, хотя мечтала попасть на журналистику, но родители сказали, что это вторая древнейшая профессия после первой журналистики. И отправили меня на экономику. Вот. В итоге закончила я экономический факультет с красным дипломом, школу с серебряной медалью, попала на телеканал MTV, где проработала больше 10 лет. И потом телеканал MTV закрылся, появился Инстаграм, и вот я опять продаю косметику. Только в Инстаграме. Короче говоря, круг замкнулся. И в институте для меня самым интересным предметом был маркетинг. Это единственное, что меня задевало и что меня интересовало, и поэтому удивительным образом, при том, что я терпеть не могла экономический факультет и нравился мне там только маркетинг, в итоге судьба привела меня снова в ту сферу, маркетинга, да, через журналистику. Потому что, что греха таить, сейчас селебрити, звезд, телеведущих, певиц кормят уже часто в первую очередь их аккаунт в Инстаграме или ВКонтакте, даже более, чем корпоративы, концерты и выступления. Потому что выяснилось, что это мощнейший инструмент для продаж. Я влюблена в Инстаграм. У кого есть аккаунты в Инстаграме? Так, почти у всех. У кого основной инструмент это ВКонтакте? В меньшей степени. То есть, отлично. Значит, мы с вами понимаем, о чем говорим. Я обожаю Инстаграм. Я вдохновлена тем, как он работает. Я всегда стараюсь быть максимально искренней со своими подписчиками. Поэтому рекламирую только то, в чем абсолютно уверена. То есть, например, косметика Ари Флейм какой-то я до сих пор пользуюсь. У меня есть два фаворита на протяжении многих лет. Это, во-первых, гель для бровей, который так и живет у меня с 14 лет в косметичке, так и до сих пор. И вот последний мой фаворит на протяжении где-то трех лет – это тушь The One. Правильно, да? Есть такая? Да, очень хорошая. Тушь суперская. Вообще, лучше всех Диоров, Шанели и так далее. Моя самая любимая. Про Инстаграм. С чего бы начать? Начать надо с себя в Инстаграме, потому что, несмотря на то, что многие из вас пришли туда не как блогеры, а именно как бизнесмены, как бизнес-леди, и для вас это инструмент именно для продаж, тем не менее. Инстаграм – это такая сеть, которая больше про себя, да? Про то, кто я такая, о чем я, и поэтому для того, чтобы на вас подписывались, за вашим аккаунтом должна обязательно стоять личность. Подход должен быть очень персональный, персонализированный, да? То есть, они должны очень хорошо понимать, кто вы, чем вы интересуетесь, чем вы пользуетесь, чем вы не пользуетесь, что вы едите, что вы не едите, куда вы ходите, что вы смотрите, что вы читаете и так далее. И, знаете, говорят, что чем мельче сегментирован, например, это мы в маркетинге изучали, чем мельче сегментирован продукт, тем больше его будут покупать. Поэтому, например, какие-то компании выпускают шампунь, там, шампунь для объема, шампунь для объема для волос с секущимися кончиками, шампунь для объема для светлых волос, шампунь для объема для темных волос. Подозреваю, что разливают они во все бутылки одно и то же, скорее всего, но таким образом они покрывают максимальную часть аудитории, каждый находит что-то прямо для себя и остается с этим продуктом, потому что он думает, что компания подумала конкретно про него. И поэтому, чем больше сфер своей жизни вы будете освещать в Инстаграме, то есть о том, что вы мама, или о том, что вы бабушка, или о том, что вы каким-то особенным образом ухаживаете за своей кожей, о том, что вы, не знаю, делаете варенье невероятное, тем больше людей вы сможете охватить. Кто-то пролистнет пост про, например, ваш уход за собой, но зато сконцентрироваться на вашем рецепте, например, или кто-то пропустит, не знаю, вашу историю становления как бизнес-леди, но, например, вы сможете его зацепить тем, как вы стрелки на глазах рисуете. То есть вы должны быть максимально мультифункциональны, вы должны как спрут распускать свои щупальца в Инстаграме во всех направлениях, то есть описывать самые, казалось бы, незначительные фрагменты вашей жизни, и вполне возможно, что именно они найдут отклик в сердцах тех, кому это тоже близко. Поэтому насколько бы бизнес-ориентированным не был бы ваш аккаунт в Инстаграме или ВКонтакте, обязательно должны быть посты про вас, посты от вас, личные, атмосферные. У вас должно быть прямое общение с вашими подписчиками регулярное. Доброе утро, сегодня настроение хорошее, а вот сегодня плохое, а вот как у вас погода, а у нас хорошо. То есть они должны приходить к вам в аккаунт как в гости. Им должно быть у вас уютно, они должны знать, что их там ждут, что им там ответят всегда. Очень важно отвечать на комментарии, но я думаю, что это все делают. Потому что, по секрету скажу, что эффективность аккаунтов сейчас крупными рекламными агентствами оценивается уже не просто количеством подписчиков, потому что все знают, что ботов можно купить по 3 рубля за мешок, и не количеством лайков, потому что их тоже можно купить по 5 рублей за мешок, а именно количеством и качеством комментариев. Потому что если подписчики куплены и если лайки куплены, то комментариев будет мало, либо там будет один спам, реклама и так далее. А вот если у вас подписчики вовлечены в разговор с вами в комментариях, это значит, что вы держите аудиторию, это значит, что ваш аккаунт может продавать. Поэтому ваша задача также постоянно провоцировать подписчиков на разговор с вами. То есть в конце вашего поста про варенье, например, мы пишем, а из чего варенье делаете вы? Типа, или а вы какой рукой стрелки рисуете? Не знаю, то есть хорошо в конце задать какой-то вопрос, но так же постараться, чтобы это было не очень навязчивое и не сидело как седло на корове, да, этот вопрос, приляпанный в конце. То есть вам очень важно провоцировать подписчиков на диалог постоянно. Дальше. Я вижу в Инстаграме, который вообще-то в первую очередь про фотографии, да, порой чудовищно некачественные фотографии, да. Мне кажется, что в Инстаграме, как нигде в другом социальном, как ни в другом социальном аккаунте, нужно уделять внимание качеству фотографии. Вплоть до того, что надо идти на курсы фотографии, курсы фотошопа, потратить на это время и деньги, и научиться либо красиво фотографировать, либо, если вы берете фотографии из интернета, посмотрите, чтобы там не было видно пикселей, да, чтобы она не была зернистой, чтобы это была очень качественная фотография, потому что в 21 веке сейчас, когда у всех... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok